залог идеального путешествия его тщательная подготовка и это тоже своего рода приключения давно хотел походить на байдарке по большим сибирским рекам останавливал выбор лодки колчимы конечно и обитаемые и сверхлегкие да и идут неплохо а вот валы волну и пороги не любят а уж если встречный ветер то просто беда легко потащить прямо вверх по течению есть еще хатанга спорт закрытый кокпит юбки по порогам в волну идет нормально но против ветра при ширине лодки в 100 сантиметров проблема опять же обитаемость для 3-4 недель сплава недостаточно а вот пластиковый морской каяк для большой реки почти идеален длинная быстрая жесткая хорошо управляемая лодка позволяет комфортно накручивать километры уверенно идти в волну и преодолевать встречный ветер однако заброситься самолетом с неразборной почти 6 метровой лодкой не получится и вдруг совершенно случайно увидел революционную двухместную байдарку из аирдека и кивит x500 внешне типичный морской каяк но сдувается и помещается в общественный транспорт лодка понравилась сразу ко всем достоинствам еще и красивая купили протестировали годится можно выбирать маршрут и собираться в поход маршрут идти решили по подкаменной тунгуске от байкита до бора 556 километров опять же ностальгия бывал в этом районе восемьдесят четвертом году с геной крохиным когда с ребятами делали первопрохождение ты непа замечательный был поход тунгуска место где живут тунгусы по сегодняшнему и венки а под каменная значит течет под камнями гигантскими каменными столбами грандиозно возвышающимися над обоими берегами реки на протяжении более 120 километров от байкита до бора всего четыре небольшие деревни потрясающие пейзажи множество рыбных притоков и глухая тайга то что надо заброска и выход с маршрута идеальны в байкит из красноярска летает самолет поселке бор есть аэродром и речной порт откуда по енисею ежедневно ходят скоростные суда в случае проблем есть сразу несколько аварийных сходов из кузьмовки суламая можно улететь и в бор и в байкит а еще по под каменной тунгуске можно встретить моторки и даже боржи не должны пропасть план график вылететь в красноярск 18 июля два дня на город 20 вечером самолетом в байкит собраться немного сплавиться чтобы в поселке не ночевать 18 дней на сплав 7 августа пересечь енисей и попасть в бор а 8 ранним утром отправиться вверх по реке на скоростном катере и поздно вечером добраться до красноярска закладываю пару дней непривидные обстоятельства и беру обратные билеты на 10 августа ну вроде все а нет выясняется что по енисею раз в неделю ходят шикарный пароход построен в гдр в 1954 году отправляется 6 в 4 утра идет три дня 8 вечером красноярске ну очень заманчиво проплыть на старинном пароходе по великой сибирской реке правда прийти в бор нужно будет на два дня раньше берем билеты на александр матросов и меняем план те же 556 километров но не за 18 а за 16 дней и никаких тебе дневок грести надо подготовка осваиваем новую лодку и набираем физическую форму участвуем в грибных марафонах по неве и москва реке и ходим в небольшие походы по близлежащим областям составляем раскладку на 16 новых дней в основном берем сублиматы никакой тушенки вес продуктов с упаковками 536 грамм на человека в день калорийность 3078 килокалорий общий вес еды на двоих 17 небольшим килограмм неплохо взамен штатного насоса высокого давления нахожу небольшой и легкий вместо родной упаковки в очередной раз попользуем рюкзак гены крохина в три раза легче и в 10 раз компактней берем компактные гермомешки иногда специальной формы для правильного заполнения внутреннего объема лодки читаю на сайте аэрофлота что провоз весел в салоне запрещен шьем соразмерную легкую упаковку для весел удочек и остального снаряжения добавляю на деку дополнительные резинки и веревочки решаю проблему коленных упоров и заодно фиксирую сидушку чтобы не выпадала при перевороте все снаряжение нужно разместить внутри лодки на деке ничего лишнего разве что солнечная батарея банка кинофото карты питьевая бутылочка и навигатор компактности вес два наших важнейших походных критерия прикидываем без чего можно обойтись не берем каски не тарика гидрокостюмы лето все же не промокаемые штаны и куртки обойдемся легкими накидами горелку и газ кругом тайга ботинки и кроссовки тоже не берем взамен легчайшие тапки и сапоги радостных цветов из эвы ну и пилу не берем у нас пиролитическая щепочница из одежды берем необходимый минимум капроновые штаны и анараки без пропитки легкое термобелье и летние пуховки тонкую шерстянку носки ну и прочую мелочевку для бивака сверхлегкую палатку компактный тент маленький топорик надувные коврики в титановую кастрюльку помещаем щепочницу сковородку миски ложки половник лопаточку спички зажигалки и бересту достал небольшой мешочек и можно готовить ничего лишнего покупаем продукты собираем снаряжение пакуем и пытаемся разместить все свое хозяйство в лодке поместилась замечательно и сидеть комфортно лодцы интересуют пороги как всегда маршрут ясно и лаконично описан в водных маршрутах ссср моей настольной книги 80-х годов смотрю и впитываю информацию о словах по-тунгусски созваниваюсь с известным путешественником николаем александровым автором фильма по следам тунгусского метеорита и получаю много ценных советов высокую воду река судоходно целенаправленно ищу и нахожу в интернете великолепную лотманскую карту от байкита до бора образца 1974 года есть все навигационные знаки судовой ход ориентировочные скорости течения все притоки мели острова и осередки видна и понятно структура и форма берега прибережных скал и ближайших гор обозначены крупные подводные надводные камни есть описание и укрепленные схемы всех порогов обозначены именные шеверы и перекаты это просто очередная редкая удача распечатываю и ламинирую идти с такой лоции удивительное удовольствие безопасность техника гладкой гребли позволяет эффективно работать веслом по 8 часов в день практически не уставая а гребной слалом учит красиво и без особых усилий использовать неоднородности водного потока и получать настоящее удовольствие от сплава по бурной воде даже минимальное владение этими компонентами существенно повышает безопасность при сплаве на байдарке мы с леной по воде всегда ходим спас жилета но на большой реке этого недостаточно при перевороте может понести далеко и долго так что и до берега не добраться а мы идем только вдвоем страховать и спасать некому лодка двухместная и при перевороте эскимосский переворот не сделать надо будет залезать лодку с воды тренируемся переворачиваюсь ставлю лодку на ровный киль забираюсь откачиваю воду надеваю юбку нормально чтобы не потерять при перевороте весла покупаем лиши поводки для весел беру спутниковый коммуникатор и регистрируюсь в мчс по красноярскому краю все можно ехать 18 июля красноярск город превзошел наши ожидания река мосты горы зелень старинная архитектура в центре аутентичный музей квартиры василия ивановича сурикова с его подлинными картинами великолепное место очень все здорово и в прекрасной сохранности замечательный экскурсовод суриков гениальный и один из моих любимых художников любопытно что его жена француженка будто сошла с картин агюста ренуара в городе интереснейший историко-креевический музей этнографический отдел хорош внимательно осмотрели экспозиции проявенков и кетов живущих как раз бассейне под каменной тунгуски в бор летим на современном французском самолете под крылом тайга и тайга действительно безбрежное море и вот в иллюминаторе под каменная тунгуска и байкит все прибыли удивительным образом загружаем все наши вещи в старенькую волгу и мы на реке вот так вот мы тут стоим под каменная тунгуска наша лодка шикарный вид вообще нам очень повезло где-то минут за двадцать до нашего приезда окончился сильный ливень еще по дорогам текли мощные такие ручьи но мы выгружались уже по сухому и багаж нам через полчаса привезли без дождя в общем было здорово время 9 вечера до заката еще 50 минут тихонечко по берегам пойдем там пристали к этому берегу решили что пора пора вставать на ночевку в 10 вечера было достаточно светло выбрали приличное место сильным уклоном с камнями но ничего другого не было потому что вот чуть ниже на полочке мох с водой сережа пошел за дровами я стала ставить палатку вернулся говорит я потерял в лесу топор а случилось вот что тунгуска течет в каменистом ложе ложе заканчивается скальным уступом на краю которого и стоит тайга вот на такой уступ метров два-три высотой я и полез за дровами метр в двадцати нашел хвойники и набрал охапку сухих веток спутившись вниз на пятой точке и завалившись в кусты с ужасом обнаружил что где-то выронил топор ничего себе начало спал плохо роились мысли как бы ни пришлось идти и без пилы и без топора ну да ладно утро вечера мудренее встал в 7 утра топор нашелся сразу нарубил веток принес сварил манную кашу с маслом жизнь удалась удалась